Добрый вечер! И мы снова подводим итоги недели. Говорим о нашем городском хозяйстве, говорим о всём, что с ним связано, о самых важных вопросах, о том, с чем мы уже столкнулись и что мы собираемся делать. Наконец-то начался май месяц. Весна в этом году, как и зима, была достаточно холодная. Погода нас не радовала, но, тем не менее, первые тёплые дни всё-таки в Одессу уже зашли. А вместе с ними наверняка в Одессу поедут отдыхающие. Начинается сезон. И уже на большие выходные, на майские, в Одессу, уверен, заедет достаточно много туристов. И первое, что они увидят в окно автомобиля, либо в окно поезда, это они увидят убранные чистые подъезды, дороги, подходы к городу. То есть мы сделали в этом месяце достаточно большую работу по всем направлениям выездов и заездов города, что касается автомобильных дорог и что касается железнодорожных путей. Действительно вывезли очень много мусора, стихийных свалок, которые оставили нерадивые жители города. К сожалению, у нас есть и такие. И в сезон мы заходим с чистыми дорогами. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы совместно с нашими жителями такими их сохранили. Также хочется отметить, что на прошлой неделе состоялась очередная сессия Одесского городского совета, на которой были приняты несколько очень важных вопросов. И один из них это изменение в программе развития нашего городского электротранспорта. И уже в этом году мы восстановим на улице Балковской маршрут нашего электротранспорта. И это будут современные новые электробусы. Мы не стоим на месте и действительно сейчас оптимальная форма, оптимальный вид электротранспорта, как для улицы Балковской, это все-таки электробусы. Нет необходимости это тянуть в дополнительную контактную сеть, дополнительную инфраструктуру, ставить подстанции. Также электробусы не будут стоять в заторах, если не дай бог, будут какие-то это поломки на линии, либо ДТП. Поэтому в этом году улица Балковская получит новый современный маршрут электротранспорта. Также хотелось бы сказать, что мы уже вышли на этап практического решения установки камер, которые фиксируют нарушение скоростного режима в городе. Делаем это совместно с патрульной полицией. Всего мы разработали 24 локации, дали заявку на 24 камеры. Уже согласовано 7, над остальными локациями работаем, согласовываем с полицией. И в городе начнут появляться камеры, которые фиксируют нарушение скоростного режима, и соответственно нарушители будут за это наказаны. Поэтому будьте бдительны, не нарушайте ПДД, не нарушайте скоростной режим. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, будет уже и достаточно дорого. На этом на сегодня, наверное, все. О всех новых и важных событиях в нашем городе будем сообщать дополнительно на сайте городского совета и с помощью социальных сетей. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!